вот эти погремушки я реально ждал кстати вот это вот действительно погремушка это rtl sdr приемник и у меня к нему пара вопросов потому что карпелянскому с канала hem radio channel пришел вот такой приемник в котором внутри была не плата rtl sdr там в 3 или какая-то другая оплата а тут такого приемника который снизу была прилеплена еще одна плата с цепями обхода тюнера то есть для режима дарик сэмплинга с цепями подачи тока на антенный выход by st и прочее что у нас здесь а нет тут все честно можно глянуть поближе единственное что меня смущает здесь нет судя по всему синфазного дросселя на юсб дорогах что как бе немного ухудшит нам господи здесь даже есть а чего это плата потому что здесь есть по моему вот это вот для местечко семя пинами для и к приемника пульта господи серьезно 1018 год с 1р1 баяс не вижу теперь баясти ну ладно разберемся катей успокойся ладно приемник относительно честный зачем он мне нужен вы видите на фоне он там gps антенны дело в том что gps антенны вот эти вот это активные антенны то есть там стоит патч излучатель на керамике с высокой диэлектрической проницаемостью именно поэтому антенна вот такая вот маленькая вот такого размера как на воздушном диэлектрике и там есть усилитель лет на 26 децибел а может даже и на больше и фильтр фильтр на на 1575.42 мгц именно на этой частоте работают gps спутники это l-band и меня интересует применение этой антенны в качестве более широкополосной приемной антенны так сейчас я посмотрю что у нас там под наклейкой нам нужно ее вскрыть и и удалить из нее фильтр поставив вместо него перемычку вижу крышечку ну наклеечка с чистотой нам точно больше не понадобится главное себе руку не пропороть сейчас заклеили хорошо и слава богу вскрыли ну ладно 3d принтер я покупал в конце концов можно будет и починить вот эти ямочки полу не я сделал крышечка да не помялась но мы видим собственно патч сам патчи кстати вот эти продаются отдельно магазинах серийно на разные частоты они имеют выходное сопротивление 50 ом и они продаются отдельно от подложки то есть вот этот керамический блинчик другой стороны ничего и торчит пимпочка так сейчас нам нужно отпаять отпаять штуку под названием экран я конечно забыл включить паяльную станцию обожаю когда нет автофокуса просто что всей моей жизни теперь вы понимаете зачем не столько антенны потому что я спокойно мог сейчас что-нибудь ломать там так сейчас наша задача снять вот этот этот экран а кстати на скольких точках он двух точках мне кажется задачу можно решить проще в конце концов у нас станутся еще две точки крепления из-за них мы потом припаяем его обратно простите тема из-за виджи он напевает сама собой и ам если честно я ожидал увидеть узкополосный фильтр вот бог глянусь но что мы видим здесь м л еще а где собственно фильтр у меня такое ощущение что узкополосным фильтром является вот эта вот часть с нее идет сигнал на одну из лап вот это вот непонятные штуки где фильтр китайцы не специально радиотехнический ножик для тебя не делайте так думаете он приклеен еще обожаю современные технологии ну ладно будем считать что эту антенну мы убили науки и здесь тоже ничего прекрасно просто прекрасно грейд пакет а ну да вот увидите обратную сторону такого патча это чисто пассивная антенна тупо прилеплена на двойной скотч бсвч не партись да код я тоже замешательствовал так я потестил с другой антенной на хак рф не перезагружая его включал бст и антенна действительно работает там в полосе часов буквально в 100 мегагерц но я надеюсь и немножко все-таки под расширить потом я наколхозил питание вот таким вот образом с помощью переходника для тв в него засунут обкушенный кабель от антенны намотан изоляции для того чтобы она держалась в переходнике в фразъеме и сама антенна уже наша подопытная знакомая сейчас я все выкину на балкон и включу это в обычный ртсдр ладно с грехом пополам наша антенка работает вот это вот какой-то в нем левый совершенно сигнал я не знаю что это вообще может быть как вы видите вот пакетики очень похоже на и на марсад либо тура идут ах да я обязан вам показать этот колхозик вот так вот запитан телевизионный инжектор питания я обкусил кабель но вы поняли и и запитал таким образом антенну и она ее центральная частота 1575 gps но она вот в принципе здесь что-то залавливает по-моему это и марсадовские какие-то все-таки сигнальчики включен как вы видите зеленый мой свисток через кучу переходников с f сигнал идет через телевизионные кабель но и вы поняли вы поняли так меня сейчас интересует и марсад d который был хорошо виден на спутниковую тарелку что-то тут промелькивает до доплер такой и настолько хорош стабильный кварцевый генератор в этом приемничке так а я опять уехал свода чистоты что ты такое артейловские какие-то за замороки вау серьезный не сушка и не сушка правда какая-то странноватая о вот это по моему настурайя странно что я не вижу марсад а потому что то он и есть на иридиум не похоже но до центра полосы пропускания еще 30 мегагерц и судя по всему там в этой антенне все-таки стоит микрополосковый фильтр но это точно не помехи от вай-фай или чего-то такого так ребята секрет обнаружен я выпаял из антенны и родной патчик на керамике и впаял воздушный самодельный старый вот она припаяна сзади в самом-то но никаких ну в саму плату я никаких изменений наносил ничего не отпаивал не перековыривал сейчас я вылезу на балкон и покажу вам что она ловит вообще вот он эльбент ребята на этот патчик так 535 где-то здесь должен был должен быть поблизости марсаде а нет вот он даже ну ка послушаем что у нас там включена и избе демодулятор и избе включил а ну поехали дальше Так, вот тут где-то Должны быть аэро А, нет, они дальше Вот здесь где-то аэро По-моему-то они есть Я еще не настолько упор, чтобы цифру на слух Докодировать Не знаю, что это за звери тут водятся Ну и Нет, не тишина А, это у нас GPS Ребята, 1, 5, 7, 5, 2 GPS Едем дальше Ну, пойдем сразу на Иридиумовскую частоту Там, по-моему, ничего я пока не видел Что это? Это его величество Иридиум Который я хотел заохотить вообще Нет, это какая-то трешет Ну, можно в принципе определить по доплеру его Поскольку Иридиумы довольно низко летают На высоте где-то 700 километров И вроде до 26 МГц Иридиумовский этот спектр Какие-то помехи Все-таки не хватает динамики Такому Приемничку Тут, по-моему, уже где-то близко ЛТЕ Ладно, ну В общем, вы поняли Антенка GPS-овская Припаянная к нормальному Воздушному патчу Тащит И без тарелки вполне залавливает Такой вот трешак ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА